Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Печём лёгкий, нежный, воздушный торт «Дамские пальчики». Готовится он очень просто, получается очень лёгкий и вкусный. В описании под видео указано количество ингредиентов. Мы с Сашенькой желаем вам приятного просмотра и приглашаем вас подписаться на наш канал, потому что у нас много вкусных и простых рецептов. Кастрюлю я беру из нержавейки, тогда тесто не будет прилипать ко дну. Выливаю туда воду, выкладываю сливочное масло, добавляю немного соли и ставлю на огонь, довожу до кипения. Затем всыпаю сюда сразу всю муку и, постоянно помешивая силиконовой лопаткой, завариваю тесто. Мешать нужно до тех пор, пока вся мука не вмешается в тесто и оно будет хорошо отставать от стенок кастрюли. Выкладываю тесто в миску и даю ему остыть до комнатной температуры, а только лишь потом буду вводить сюда по одному яйцу, постоянно перемешивая. Сразу скажу, что делать легче это деревянной лопаткой, поэтому я силиконовую поменяла на деревянную. Каждое последующее яйцо нужно вводить только после того, когда вмешается хорошо предыдущее. Это очень-очень важно. Ещё желательно делать и в данном случае это не миксером, а именно лопаткой, тогда все наши пальчики хорошо поднимутся и не осядут. Вот так вот продолжаю хорошо перемешивать. Делается это всё очень быстро, поэтому духовку заранее нужно разогревать на 200 градусов. Вот такое получается однородное тесто, не жидкое, не густое, очень приятное, такое кремоподобное. Сразу его нужно выложить в кондитерский пакет. Если у вас его нет, то можно воспользоваться обычным полиэтиленовым и срезать уголок. Противень я застелила пергаментом и буду отсаживать вот такие вот небольшие полосочки, которые будут нашими пальчиками. В данном случае даже нам не нужна никакая насадка, достаточно просто срезать уголок пакета. Выпекаются в такие пальчики 15 минут при температуре 200 градусов и ещё 10 минут при температуре 180 градусов. Обязательно нужно проверять их на готовность по стукиваниям. Они должны хорошо стучать и быть максимально сухенькими. И вот так вот я выпекаю все партии пальчиков. Посмотрите, друзья, какое количество у меня получается. Достаточно большая миска. Вот так вот я проверяю. Они сухенькие. В общем-то, всё нормально испеклось. Теперь приготовлю крем. Для крема я использую жирную сметану не менее 25% жирности. Также можно её на ночь отвесить, чтобы из неё ушла лишняя сыворотка. Всыпаю туда сахарную пудру по вкусу. И торт буду собирать в разъёмной форме. Диаметр я установила на 24 см. На низ намазываю немного крема. Каждый пальчик щедро окунаю в крем. И выкладываю по диаметру моей формы, довольно плотно прижимая друг к дружке. Тортик собран. Немного я его промазала ещё сверху. И оставляю небольшое количество крема для того, чтобы потом промазать бока и верх тортика. Убираю его в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Мой торт провёл ночь в холодильнике. Аккуратно снимаю с него форму. И вот так вот он выглядит. Теперь остатками крема, который я заранее оставила в холодильнике, я ещё дополнительно заполняю все пустоты. Промазываю лопаткой. И также промазываю бока тортика. Можно его оставить и в таком, конечно, виде. Он тоже довольно неплохо выглядит. Но мы его ещё дополнительно украсим глазурью. Для глазури я беру плитку чёрного шоколада. И добавляю сливочное масло. Буду растапливать на водяной бане до однородной консистенции. Перекладываю шоколадную глазурь опять же в кондитерский мешок. Срезаю небольшой уголочек. И вот так вот просто хаотично наношу разные полосочки. Я, конечно, не мастер украшения. Тортик я опекла для домашнего чаепития. Но тоже получилось довольно неплохо. И скажу вам, что торт действительно очень вкусный. Посмотрите, как он мягко режется. И какой он шикарный получается на разрезе. Очень хорошо пропитанный. Нежное воздушное тесто. А главный наш дегустатор оценил по достоинству. И сказал, что это очень-очень вкусный торт. Так что мы с Сашенькой благодарим вас за просмотр. Желаем вам приятного аппетита и отличного настроения. Если видео вам понравилось или было чем-нибудь полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А также поделитесь нашим видео в соцсетях, если оно вам понравилось. Смотрите другие наши ролики. И помните, лучшие рецепты впереди. Всем пока!